В окружной столице презентовали новейшие средства протезирования. Накануне по приглашению регионального отделения Всероссийского общества инвалидов в окружную столицу прибыли высококвалифицированные специалисты Архангельского протезно-ортопедического предприятия, протезно-производственные компании «Вита Орта» из Москвы и зарубежные специалисты. Инженеры-протезисты и врачи высшей категории не только рассказали, но и наглядно показали, как многофункциональные протезы способны вернуть людей, потерявших конечности, к полноценной жизни. А мы должны добиться так, что она садится. 50-50%. Пациентка Архангельского протезно-ортопедического предприятия Надежда Горлышева демонстрирует протез нового поколения. Он полностью заменяет утраченную конечность, позволяя не только правильно садиться, распределяя центр тяжести, но и подниматься по лестнице, наклоняться и быстро ходить. В общем, жить полноценной жизнью. Утратил свою конечность вследствие орхологического заболевания, 8 лет назад. А все 8 лет она ходила, использовала 4 модульных протеза, и стереотип походки был, она не ходила без трости. Сейчас у нас на улице Галабют, у нас не совсем хорошая дорога, у нас не сухой асфальт. Надежда пришла к нам без трости. Мы прилетели из Архангельска. В принципе, у нас с собой нет ни костылей, ни тростей. Надежда пришла, как обычный человек. Благодаря биоэлектронному протезу девушка не только мобильна, но и успешна в карьере. Она работает администратором в детской игровой комнате и почти 12 часов в сутки проводит на ногах. Конечно, лучше стало. Однозначно, это совсем другое. Это что-то новое. Это как стоять на двух ногах. Таких счастливых примеров в копилке протезного предприятия много. Например, архангельская школьница Виктория Цветкова стала первым в России ребенком, которому сотрудники предприятия установили высокотехнологичный биомеханический протез. Ведь раньше такие протезы делали только взрослым. В декабре 2017 года мы первые в России отпротезировали ребенка. Это девочка 12 лет, а протезом плеча с внешним источником энергии. Девочка утратила свою конечность 4 года назад в результате автодорожной катастрофы. И вот спустя время в рамках работы, большая подготовительная работа, и мы получили на выходе хороший результат. Ребенок полностью освоил этот протез. Еще такой нюанс, у ребенка нет локтя, нет кистей. Это протез плеча, это самое сложное. Комплектующие к таким многофункциональным протезам изготавливают московские и зарубежные специалисты. А собирает и подбирает индивидуально для пациентов в соответствии с их уровнем активности уже сотрудники Архангельского протезного предприятия. Среди пациентов с высоким уровнем активности и Светлана Чуракова. У нее нет руки и нет трогательной истории о ее потере. Она просто такой родилась. До появления в ее жизни современного протеза, комплектующие которого изготовили в Европе, она работала корреспондентом ГТРК «Поморье». После обретения правой руки покинула областное телевидение. Ведь теперь Светлана член сборной России по волейболу. Такие дорогостоящие протезы, стоимость которых порой достигает более трех миллионов, дети и взрослые получают бесплатно за счет средств Фонда социального страхования. В прошлом году протезы были поставлены восьми жителям Архангельской области и одному жителю Неницкого округа. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова